Добрый день! В эфире национального телевидения Чуваши, программа «Духовная жизнь». Меня зовут Галина Титарчук. В новом телевизионном сезоне мы решили немножко поменять формат нашей передачи. Теперь вопросы нашему гостю, священнику Максиму Курленко, будете задавать вы, наши телезрители. Здравствуйте, отец Максим! Здравствуйте! Мы записали несколько вопросов от наших горожан на улицах. Вы готовы на них ответить? Постараюсь. Ну и так, слушаем первый вопрос. Какая комната считается главного храма? Попробую издалека ответить на этот вопрос. В православном вероучении, в богословии очень важна терминология. То есть, как мы произносим слово и насколько оно уместно. Поэтому слово «главное», я думаю, что тут не совсем уместно. Просто неуместно, потому что оно подразумевает иерархию икон. Правильно? То есть, мы должны поставить тогда и на другое, и на второе место какую-то икону, на третье, на пятое. Человек запутается, он придет, он должен изучить всю эту иерархию. Это будет, ну, в целом не совсем правильно. Икона – это окно в мир духовный. Вот. И поэтому, даже если себе представить, что если у нас в комнате два окна, и из того, из другого светит свет, солнышко, то мы никак не можем сказать, что вот это окно, оно гораздо важнее для нас, чем вот это. Даже если мы понимаем, что сознание христианина, оно христоцентрично, и через Христа мы обращаемся к Богу, через Христа мы восстанавливаем связь с Творцом, с Богом. И, допустим, даже если мы берем такую, как бы сказать, православное творчество, как иконопись, то и здесь она тоже христоцентрична, но мы должны понимать, что не только икона Христа, она самая главная, к примеру, но в иконах и Богородицы, и святых там есть тот же Христос. То есть нельзя умолять Христа в других иконах, вот, и, так сказать, одну икону ставить выше другой, понимаете? Каждый из святых стал святым, потому что он поверил в Христа, потому что он пошел за Христом, потому что он причащался Христа, он через Христа восстанавливал эту связь с Богом. Каждая икона нам отражает этот путь, и каждый путь для человека в той или иной мере, он может быть более близкий, вот, и какая-то икона может для него более близко быть. Даже по своему душевно-эмоциональному складу иконописца и человека, который смотрит на икону, одна икона может позволять лучше молитвенно настроиться, чем другая. Поэтому здесь вот именно слово «главное» не подходит, хотя в целом сознание христианина, оно должно быть христоцентрично, и везде во всем видеть Христа и понимать, что все святые стали святыми только потому, что они поверили в Христа, пошли за Ним, потому что Христос сделал их святыми. Мы заходим в храм, первое, что перед нами, это иконостас, на котором много-много икон, несколько рядов бывает, они разного размера, видимо, поэтому человек сомневается, какая-то икона больше, какая-то меньше, от чего это зависит? Ну уж от размера точно никак не зависит, потому что есть иконы чудотворные, где особым образом благодать Божия действует, как вот, я уже говорил, окно в мир духовный, через это окно особым образом изливается благодать Божия. Но они по размеру могут быть очень маленькие, могут быть древние, могут быть не такие древние, но это же все зависит от того, как человек конкретный, он воспринимает эту икону, понимаете, насколько она трогает его сердце, насколько она молитвенно его, как бы сказать, возвышает, помогает ему в его молитвенном настрое. Одна икона может помогать, а другая нет, поэтому, вот, поэтому есть иконы большие, маленькие, но они в этом дело, вот, все иконы на иконостасе, они все нас ведут к Богу, мы должны это понимать. Но есть традиции, так сказать, как они расположены, вот, мы смотрим, если на царские врата, справа у нас Господь, слева Богородица с младенцем, от Христа, справа всегда храмовые иконы, мы должны понимать, что если храм Николая Чудотворца, допустим, что, справа от Христа будет Николай Чудотворец. Если какого-то праздника, икона праздника, соответственно, будет, или святого, которому посвящен тот храм, поэтому она также особо почитаема в этом храме, потому что это икона святого. У нас вот есть, сколько мне известно, школа, где учат даже писать иконы. Ну, в общем, в Оксарске, по-моему, такая школа находится. Иконописцы, они каким-то правилом, и пишут они на заказ именно каких-то, я не знаю, по велению души, или есть какие-то правила, вот, кого-то там, вот так вот изображать. Каноны написания икон. Вот. Эти каноны стараются выдерживаться, и они идут еще от времен древней Киевской Руси. Вот. Самый такой образец для нас – это написание икон Андрея Рублева, Феофана Крека. Сейчас пока повторить это, к сожалению, никто не может. Это сложно. Хотя мы живем в мире прогресса, казалось бы, и так далее. Но где сегодня вот такая глубина созерцания и такой талант, чтобы человек мог отразить в красках вот эту нежность, эту красоту, эту любовь Божию? Угу. Ну, тогда в продолжение вопроса, а какая икона должна обязательно находиться в доме человека? То есть, например, да, в храме их очень много. Тут же иконная лавка, где человек может купить себе ту икону, которая для него, может быть, какую-то важную роль играет. Какая обязательно должна быть дома, вот в уголочке, где обычно вот там свечку ставят? Или нет таких правил? Я думаю, что, по крайней мере, если мы говорим об одной иконе, то Богородица с младенцем. Если мы говорим о нескольких иконах, то икона Христа отдельно, икона Богородицы отдельно. Обычно вот так вот венчальные иконы, когда дарят родители, они как-то вот из поколения в поколение остаются. Вот такая традиция была. И хорошо, если бы она осталась, эта традиция, чтобы дома были те иконы, которые бы связывали не только с Богом, но и с поколениями, с родом, вот, с благословением родителей, которое было когда-то. Поэтому вот Христос и Богородица с младенцем. Ну, и икона святого, имя которого вы носите. Носят детишки, которые живут в этой семье. Вот, я думаю, что это есть некая основа. Угу. Хорошо. Спасибо. Я думаю, мы ответили. Тогда следующий вопрос. Вот, усопшему человеку 40, то есть и полгода, 6 месяцев он ушел из жизни. Вот. Некоторые ходят в церковь, заказывают панихиду. Вот. Вообще это что-то значит. Я же хотела даже прийти сюда, ну, я говорила, вот, надо свечки поставить, там, сходить на могилку. Вот. И душа куда уходит, остается на земле или там куда-нибудь на небеса уходит. Что это значит? У нас такой традиции в православии нет, что полгода каким-то образом отмечается. Но если хочет родственник помянуть своего близкого, это можно делать не только в полгода, но и, соответственно, в какие-то другие дни, когда по явлению сердца будет такое желание. Но есть традиция, которая идет еще со времен 4 века. Значит, ангел говорил об этом Макарию Александрийскому. Вот в житийной литературе до нас дошло. О том, что душа после смерти, она первые два дня пребывает здесь. Потом на третий день идет на поклон к царю всех Христу. И после этого с третьего до девятого дня она ей показывается обители рая. Вот ангел-хранитель ее сопровождает. После этого на девятый день она опять идет ко Христу на поклон. После этого с девятого по сороковой показывается обители ада. И после сорокового дня, это очень важный момент, сороковый день именно, после сорокового дня уже выносится решение у души, где она будет пребывать до второго пришествия Христа. Или в предначинании рая, или в предначинании ада. Потому что до конца еще ничего не решено, вот именно окончательно не решено до второго пришествия Христа, которого мы все ждем. Каждый христианин говорит о том, что в символе веры, чаю воскресения мертвых и жизни будущего века, аминь, также чаю второго пришествия. Что Господь, Он придет вновь судить живых и мертвых. И книги Священного Писания нам об этом говорят, что будет еще окончательная война, там книга Откровения Иоанна Богослова. Сам Господь об этом говорил, что Он придет уже в славе, не в уничижении, как Он пришел первый раз на землю, уже в славе, в полноте своей силы. И тогда будет вот именно суд, называется как бы православным богословием, вероучением, страшный суд. Вот что делать живым оставшимся, те, которые вспоминают на девятый день, на сороковой? Какие традиции, вот что там очень много нарушается, многие забывают. Традиция молитвенного поминовения. Нужно вот именно для себя уяснить, что это самое главное, что нужно для усопшего. Не надо, так сказать, придерживаться вот обязательного исполнения каких-то обрядов, может быть, смысл которых даже сами люди иногда не понимают. Самое главное понять, молитва нужна, потому что именно молитва соединяет человека с другим человеком. Потому что молитва – это любовь. Любовь, она вечна. Любовь, она проникает сквозь миры, сквозь этот мир и тот мир. Поэтому любовью мы все связаны. Если мы с любовью носим в сердце нашего родного, близкого человека, если мы обращаемся к Богу, чтобы он не спасал ему полноту своей любви и благодати, то и мы чувствуем ответ, мы чувствуем как бы утешение в нашем сердце, и эта связь, она сохраняется. Поэтому молитва. Молитва какая? Прежде всего, молитва церкви. Это заказывают литию или панихиду в день поминовения в церкви. Значит, на проскомедии за упокой заказывают. 40 август заказывают. Молитва дома, частная молитва. Обычно читают псалтирь. Есть такие вот, продаются в иконных лавках, именно молитвы по усопшим книжке. Нужно себе такую приобрести, и там уже сразу псалтирь, после кофизмы определенная молитва за упокой идет. Прочитали кофизму, потом молитву за упокой. Это дома, да, нужно делать? Да, это дома. Читают обычно миряне псалтирь с молитвой за упокой, по усопшим. И еще допустимо мирянам читать литию. Тоже есть такое богослужение, без возгласов священника, за упокойное богослужение по усопшему. Ну вот по прошествии, там год, два, три, десять лет прошло, день смерти, он как-то должен отмечен быть? Да, это есть такая традиция тоже, совершать поминки в день смерти. То есть день смерти обязательно нужно что-то, тоже свечку зажигать? Я бы хотел акцентировать внимание, да, именно не на обрядовой стороне этого вопроса, потому что где-то обряды отличаются, даже здесь у нас в Чувашии, меню отличается, допустим, потому что там разный такой стол, разное блюдо меняется, но самое главное это молитва. Потому что иногда люди думают, что вот я сделал или сделала все как нужно, как по правилам, и какое-то вот такое механическое, магическое отношение, оно конечно отдаляет действительно того, что Господь хочет нас развить, раскрыть вот этот дар единства, чтобы мы научились общаться и с Богом, и со своими близкими, которые уже перешли в мир иной, и со святыми, которые тоже перешли в мир иной. Именно если в сердце человека будет любовь, он этому научится. Если любви не будет, то тогда никакие магические обряды, исполненные правильно, неправильно, они, так сказать, вряд ли этому помогут. А меню можно узнать у любой бабушки. Это традиции, наверное, большесемейные. Когда огород, когда лапша, когда кисель и так далее. Но все это предваряться должно молитвой. То есть на поминках собираются все равно близкие люди, или это вот тоже необязательно? Каждый может... Нет, это необязательно. Близкие, как правило, обычно. Собираются вместе. Но бывает так, что особенно в деревнях, я когда служил в деревне, там зовут, ну так сказать, многих людей. То есть всех, даже удаленных. Следующий вопрос у нас будет касаться венчания. Целое вот, очень много откликов вызвало и наша передача, которая в прошлом сезоне выходила, как раз о венчании мы говорили. И мы как раз и на улицах встретили людей, которые также интересуются венчанием, таинством венчания. Слушаем вопрос. Здравствуйте, меня зовут Костя. У меня есть вопрос. У меня брат собирается венчаться, и я обязательно ли это делаю? Мы сегодня обвенчались, и я хочу узнать, для чего нужны короны над головами. Я бы хотел переадресовать молодого человека на сайт национального телевидения, подраздел программы, там, духовная жизнь, и посмотреть ее. Посмотреть. Вот. Но если сказать коротко, для чего же нужно все-таки венчание? Венчание нужно прежде всего людям верующим. Если человек неверующий, то для него это будет профанацией просто, так сказать. Особо ничего не принесет. Потому что смысл венчания – это создание малой церкви, где люди дают обет перед Богом и получают дар благодати, соединяющий уже брак. Конечно, нужно понимать, что смысл венчания, оно предназначено только именно для людей верующих, для православных христиан. Потому что они идут в церковь, ту церковь, которую создал Господь. И там в церкви они и спрашивают благодать Божию на создание своей семьи. Они дают обет перед Богом уже, не только перед обществом, а именно перед Богом здесь в церкви. И так же, как в крещении, именно в церкви получает человек духовное рождение, и через церковь соединяется с Богом, и через церковь он хочет войти в Царствие Небесное. То есть здесь именно в церкви двое уже брачующихся получают полноту благодати, которая помогает им раскрыть вот этот дар единства. Когда не сами люди живут, как бы сказать, два полюса каких-то, хотят жить так, хотят по-другому. А здесь уже в самом венчании есть желание служения Богу. То есть и браком своим служить Богу. Где были по одному жили люди, а здесь уже создавать малую церковь. Подобно тому, как Христос глава церкви, и он создал свою церковь, и здесь браку потопляется малая церковь. В этом есть такой, как бы сказать, богословский смысл. Есть еще и смысл, скажем так, мистический, что та любовь, которую дает Господь в таинстве венчания, искренне верующим христианам, которые пришли и спросить эту любовь, эту благодать, вот она, она сдерживает, укрепляет брак. Она помогает браку сохраниться в тех сложных жизненных ситуациях. Помогает найти разумные решения, помогает избавиться от каких-то недостатков. Ведь как человек понимает, что действительно у него есть недостаток? Если на поверхности гордость или какая-то другая страсть, он это не поймет. Но когда человек призывает благодать Божию, когда он молится Богу, то тогда Господь его начинает учить своей благодатью. Начинает учить, что здесь вот ты поступаешь неправильно. Начинает показывать какие-то верные пути, освещать, как прожектор. Мы идем во тьме, и вот у нас появляется прожектор, который нам освещает дорогу. И когда действительно двое обращаются к Богу, то такой брак, он несокрушим, такой союз несокрушим, как бы там дьявол ни старался разделить. Он всегда старается разделить, осквернить человеческое достоинство, потому что он Бога ненавидит, а в человеке образ и подобие Божие. А здесь раскрывается полнота. Вот именно та полнота, в которой призван человек. Вот Костя спрашивает, обязательно ли брату это было делать? Ну и вообще вот. Ну это вообще должен брат задавать вопрос, а не Костя. И здесь нужно понять состояние брата. То есть как он верующий, не верующий. Здесь нужно именно с братом поговорить и понять. Если люди верующие, искренние, может быть, что-то даже не понимают, но эта вера, она даст им возможность потом, так сказать, дойти до всего. Главное искренность, главная вера. И главное, какие-то определенные качества души, как добродетели. И любовь, конечно, потому что брак без любви – это просто, так сказать, одни обломки. Ну вот девушке, мы что ответим, она обвенчалась на днях. И вот интересуется, зачем короны были над головой? Короны – это символ, так же, как в церкви, все символично. Потому что, что касается жизни духовной, нам очень сложно все описать и, так сказать, по полочкам разложить. Все поэтому в церкви символично. Через символы, через притчи евангельские, допустим, мы где-то пытаемся понять взаимоотношение Бога с людьми и, так сказать, что-то понять в мире небесном. Это символ венцов царских и венцов мученических одновременно. Вот эти короны, которые возлагаются на брачующихся. И здесь нужно понимать, что, во-первых, возводится брачующаяся в царское достоинство. Им дается полнота любви, и нужно ее уметь сохранить. И нужно к этому стремиться в течение своего брака. Именно все свои творческие усилия направлять на то, чтобы сохранить эту любовь. Ее, так сказать, вот, раскрыть. А венцы мученические, они говорят о том, что, так же, как Христос призывал на Голгофу каждого христианина, сказал, кто хочет быть моим мучеником, возьми крест и следуй за мной. И мы должны понимать, что мы несовершенные. И для того, чтобы идти к совершенству, нам нужно преодолевать себя. Нам нужно бороться со своими страстями. Нам нужно бороться со злом в этом мире. Так же, как Христос пришел для того, чтобы победить дьявол. И нам нужно победить это зло в себе прежде всего. И поэтому это путь мученический. Путь постоянного где-то отказа от того, что мне хочется. Что вот хочет моя самость на первое место ставить Бога, Его волю, а не свою самость, не свое я. Вот это в чем-то мученчество, да. А потом мы живем в мире, который возле лежит, где есть разделение. Даже если возьмем брак. Вот только молодые поженились, да, и там начинается. У нее подруги там шепчут что-то там. Ты на него посмотри, что он как себя ведет и так не терпи. И у него родители недовольны тоже, начинает говорить, там мама. Вот, так сказать. Ты ее вот так воспитывай и так. И вот, казалось бы, благими намерениями брак разрушается. Понимаете? И в чем-то мученичество заключается в том, чтобы уметь все это преодолевать. Нравится, не нравится где-то что-то. Но видеть обязательства, которые дал человек, что он бросил якорь, что он пообещал. Вот сегодня у современных молодых людей это крайне редко встречается. Вот такое состояние души, как верность, качество души, верность. И умение бросить якорь, умение сказать, что я здесь остановился. И как бы там ни было, хорошо ли, плохо ли, но я здесь возделываю свой сад. Я здесь раскрываю вот именно полноту любви, которая призвана, которую я пообещал Богу. Это границы моей ответственности. А не берегу. Терпимость все-таки. Потому что можно же вспылить. Терпимость, да. Терпение, конечно. Это еще качество, которое должно быть обязательно в браке, особенно в современной семье. Где привыкли жить эгоистами с детства. Терпение нужно уметь. Да, уметь развивать себе это. Особенно женщине это нужно. Ну вот девушка, она еще в продолжении, просто вопрос не вошел в эфир. Она говорила, вот что мне теперь, мы обвенчались. Я должна за мужем как нитка с иголкой? Или мы все-таки какие-то вот... Он очень переживает за то, что им теперь расставаться нельзя. Как-то все должно быть только в едином. Она боится даже, может быть, какую-то свою индивидуальность потерять. Наоборот, она приобретет все, что у нее не было. Ведь, понимаете, это как две половинки. У женщины чего-то нет, по качествам души даже. Мужчина это восполняет. У мужчины чего-то нет, какой-то чуткости, интуиции, чувственности этого мира. Красоты, нежности. У мужчины нет. Она, женщина, восполняет. И вот эта картина мира, она становится полной. Поэтому она, зря боится, что она, так сказать, будет ущемлена как-то достойно. Если Богом так установлено, неужели Бог создал женщину, чтобы она, так сказать, мучилась всю жизнь. Вот, бегала за мужем, подчинялась. Все должно быть по любви. Именно если от мужа будет полнота любви, то женщина будет рада дарить и свое время, свои таланты. Все должно быть и по любви. Но не так, чтобы, так сказать, с домоклым мечом где-то там, или муж там с палкой стоял и говорил, что вспомни ту заповедь, которую читали в церкви, что муж глава семьи, как ты себя ведешь, там, такие нотации. Ну, тогда слушаем еще один вопрос, он как бы продолжает нашу тему. Разрешается ли в храме снимать на камеру или на фотоаппарат? Если вы видите, что в храме есть определенные знаки, похожие на дорожные, потому что не надо снимать в храме, значит, действительно, снимать не надо во время службы особенно. Если вы идете крестить ребенка, то это тема отдельного разговора. Вы подходите к настоятелю и спрашиваете у него. У нас в церкви вот очень часто такая формулировка присутствует – «Ачи изволит настоятеля». Если он, так сказать, разрешает, пожалуйста, можно снимать. Особенно, когда крещение, венчание, обычно никогда не возникает таких вот запретов. Но во время богослужения, представьте, люди молятся, а кто-то пришел в экскурсии туристов, все ходят, вспышки там, значит, фотографируют, вот так голову задирает, смотрят, как там, что интересно. Вот это может отвлекать некоторым образом. Поэтому все это создано для некого такого благочиния. Во время своих служб вы разрешаете фотографировать, снимать? Ну, по крайней мере, запретительной вывески у меня нет, но когда крестят, я всегда разрешаю. Люди приходят в этот раз в жизни крещение. Когда венчание, пожалуйста, кому нужно, снимайте. Ну, какие-то, может быть, пожелания есть к видеооператорам и фотографам. Они не мешают, не лезут в самый ответственный момент. Это нужно показывать конкретно в храме. Потому что там есть линия, которую нельзя пересекать. Перед священником нельзя ходить, потому что это будет ему мешать. За спиной только нужно обходить, если он хочет там ракурс поменять. Спасибо большое за интересную беседу. Мы очень много вопросов осветили. В следующий раз, я думаю, будет еще больше. Я надеюсь на это. Буду рад ответить на все ваши вопросы. Всего доброго, ангела-хранителя, с Богом. А я прощаюсь с вами и напоминаю, что если вы не успели посмотреть передачу в эфире национального телевидения «Чуваши», вы можете посмотреть ее на сайте национального телевидения, либо в группе ВКонтакте в специальном разделе. Я с вами прощаюсь. До встречи через месяц. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова